Давайте с вами обсудим заявление донецкого коллаборанта. Пушилин неожиданно заговорил вчера об освобождении в том числе Одессы. Пресекретарь Путина Песков ответил, что возможности присоединения Одессы будет зависеть от выбора граждан, сюр какой-то. Что думаете о таких мечтах оккупантах и в целом о вбросах в информационное пространство подобных заявлений? Это для внутреннего потребителя? Однозначно для внутреннего, потому что внешние потребители, в том числе и граждане Украины, и население Украины, и мирные граждане этих территорий недоумевают, слушая такие заявления. Тем более, что на 10-м месяце полномасштабного вторжения такие заявления совершенно нецелесообразны и просто уже веет такой истерией, когда пытаются хоть каким-то образом одурманить то население, которое им еще верит, их свое собственное. Наталья, вот если предположить все-таки, что оккупанты решатся на некую операцию и даже посмотрят в сторону Одессы, вооруженные силы Украины готовы дать отпор? С самого начала полномасштабного вторжения, когда они завели речь и об Одессе, и о гипотетической возможности проведения десантной операции, например, с моря, Одесса и Одесский регион и все Черноморское побережье были тщательно подготовлены к тому, чтобы дать этим отчаянным десантникам достойный отпор. Их слабые и пробные такие высадки были отбиты очень сильно, очень убедительно, и больше они их не предпринимали. А после фиаско, которое они потерпели на змеи, нам речь о таких операциях больше вообще не идет, поскольку у них совершенно нет возможности обеспечить поддержку высадки такого десанта. И Наталья, вот есть сообщение, что в Одесской области разоблачили очередного, на этот раз 22-летнего корректировщика. Он наводил ракетные удары и поддерживал контакты с частной военной компанией «Вагнер». Есть ли у вас детали этой истории? К сожалению, есть такие еще люди, которые могут поддаться на вербовочную работу спецслужб России, которые вступают в сговор с ними и передают такую информацию. В этом отношении могу только сказать, что очень эффективно ведется контрдиверсионная работа в регионе, и выявляя таких людей, мы о них сообщаем для того, чтобы все знали, что эти элементы искореняются из нашего общества. Да, мы знаем о том, что молодой человек собирал данные, собственноручно, как говорится, прогуливаясь там побережьем и собирал информацию, в том числе о имоверных местах расположения военных подразделений, перемещения подразделений для того, чтобы передавать данные для будущих ракетных ударов. К счастью, эта работа пресечена, и человек, вступивший в преступный сговор с врагом, понесет достойное наказание. Да, для таких людей есть статья о Уголовном кодексе Украины. Придется отвечать перед законом. Наталья, за последнюю неделю появилось несколько сообщений о дрейфующих и прибившихся к побережью морских минах. В самом начале вторжения говорилось, что Россия заминировала море практически, если не изменяет память, пятью сотнями таких мин. Удалось ли обезвредить те, что оторвались? Эта работа продолжается, и буквально вчера была также уничтожена одна из мин, которую принесло в Дельту Дуная. Она была выявлена морскими пограничниками и обеспечена силами обороны безопасность населения, для того, чтобы никто не приближался, и контролировано уничтожена мина так, чтобы не нанести никакого вреда людям. Но шторм на море продолжается, и мины снова и снова может выносить, поэтому мы каждый раз напоминаем всем, что побережье остается зоной ведения боевых действий, зоной обороны, и приближаться более чем на 150 метров к воде не рекомендуется, поскольку как раз это расстояние, это разнесение осколков такого снаряда в случае его самопроизвольного подрыва в воде. Редактор субтитров А.Семкин